А почему после гипнопроработок люди разводятся? В целом вообще, с чего я хочу начать, это с философии проработок. Почему-то большинство людей думают, что если они проработаны, то они почему-то не должны ругаться матом, они не должны реагировать на ситуации какие-то, то есть типа, ну там что-то с тобой случилось, а ты должен это якобы принять. Ну а от чего это строится? Большинство психологов, которые приобретают эту профессию, они надевают маску гуру. Как должен выглядеть гуру, да, примерно я только что уже рассказал. И на самом деле психологов разъебывают больше, чем всех окружающих людей. Может быть в два, в три раза, в пять раз. Вообще в психологии идут люди максимально травмированные. Чтобы у тебя ты заинтересовался этим, у тебя должна быть, ну, определенная травматика. Ну так вот, психологи одевают якобы маску проработанного человека, который на все реагирует с легкостью, чего в принципе быть не может. Что, к чему вообще ведут проработки? Ну, во-первых, есть ситуации, да, которые вам наносят какой-то ущерб и урон, есть, которые не наносят. То есть сейчас в вашей жизни есть неадекватные реакции на происходящее. И есть адекватные. Что значит там адекватные? Ну, например, там человек приходит, он говорит, что он от вас там чего-то хочет. Вы ему говорите, там, я не могу, у меня там нет времени, или мне это неинтересно, например. После чего могут пуститься в ход какие-то манипуляции. Вот, то есть человек может надавить на чувство жалости, чувство стыда, пригрозить, что он с вами перестанет общаться. Вот, или говорить, что там, я тебе давал какую-то услугу, ты мне должен что-то взамен, да, вызывать у вас чувство долга и так далее. И абсолютно здоровая человеческая реакция, то есть если это все происходит, и вы сказали, что, ну, в таком контексте разговор поддерживать не надо, после этого может быть применена агрессия. Она может быть применена как в легкой, так и в жесткой форме. Ну, все зависит от оппонента. Будет он вообще понимать, что вы ему говорите, или не будет. Ну, есть неадекватные, например, ситуации. Есть, ну, даже нет, давайте про адекватные еще чуть больше, да, там поговорим. Опять-таки, ваши интересы могут задеть где-то там на работе, может быть, даже там в семье, там, и так далее, и так далее. Адекватно выразить агрессию, это не значит, что вы будете там орать, кричать, прыгать ногами по голове, кто ваши там границы заделал, нет. Агрессию вы можете выражать совершенно по-разному. То есть кто-то это делает спокойно. Иногда бывает, что ситуации требуют того, чтобы вы проявили, ну, прям бурную уже агрессию, да, чтобы до оппонента дошло, что так, как он сейчас пытается повести себя, с вами вести себя не стоит, вот. То есть если ваши границы нарушили, и у вас появилась на это агрессия, направленная на то, чтобы отставить свои границы, это абсолютно нормально. То есть когда человек пришел в проработки, и в большинстве случаев бывает так, что человек не может отстоять себя, отстоять свои границы, там, отстоять свои интересы и так далее, после проработок, после того, как ему уберут чувство стыда, вины, он не будет винить себя, что он там что-то сказал, он будет говорить вам абсолютно свою точку зрения, не исходя из того, что он боится, что вы его там отвергнете, там, осудите, перестанете общаться с ним и так далее. То есть все это пойдет наружу. Да, человек становится неудобен, и многим моим клиентам, многим моим клиентам, ну, кто-то говорит там, что там ты очень хорошо поменялся, там, и так далее, да, там, жизнью там своей заниматься начал. А есть люди, которым вы неудобны после этих проработок, и они будут говорить совершенно наоборот, что ты, там, стал какой-то, там, холодный, черствый, там, или непонятно, как с тобой вообще дела вести. То есть люди будут пытаться вас окунать обратно в те чувства, в которых вы раньше были. Но только их не будет, и рано или поздно до них дойдет, что та коммуникация, как у вас была построена, больше работать не будет. Бывают, конечно, бараны, которые бьются об двери, и, там, об новые ворота, да, и до них не доходят, даже если они об них стукнулись уже тысячу раз. А вот, но бывают люди, там, с первого, со второго, с пятого раза до них это доходит, и они начинают перестраивать с вами коммуникацию. То есть, если вы отстаиваете свои границы, и у вас появилась какая-то агрессия на другого человека, это абсолютно нормально. Точно так же, вот, допустим, моя жена находится у моего ученика в работе. И, в целом, достаточно легко было с ней строить коммуникацию, потому что, что бы я ей не говорил делать, она все время все делала. Но потом, в один прекрасный день, я не знаю, что там ей конкретно проработали, я ей говорю, пойди сделай это. Она поворачивается и говорит, я не хочу это делать. Я говорю, в смысле ты не хочешь это делать? То есть, ну, я уже привык, что мы много, блядь, сколько я там, 8 лет, по-моему, со своей женой. Надо посчитать. Ну, то есть, я ей говорю, она идет, делает. И тут она говорит, я не хочу. Я такой, блядь, как ты не хочешь делать? У нас случился на этом фоне скандал. Потом она такая говорит, ну, то есть, самое что прикольное, моя жена осталась абсолютно в ресурсном состоянии, она мне аргументированно рассказала, почему она не хочет. Вот, привела примеры, что раньше так было. Она говорит, ну, теперь, говорит, так не будет. Он говорит, я поняла, что мне это не заходит. Нам нужно с тобой здесь искать какой-то компромисс. Ну, все, конечно, как и у всех, прошло через кризис. Первое время я не понимал, что происходит. Потом такой думаю, а, вот оно что. Да, и мы, соответственно, пошли дальше. То есть, еще раз обращаю ваше внимание. Если человек проработан, это не значит, что он не будет выражать свою агрессию. Это не значит, что он будет принимать все, что с ним происходит. Приведу пример. Представьте себе, человеку проработали изнасилование. Человеку проработали изнасилование. И тут теперь его снова хотят насиловать. А он говорит, ребята, что вы меня только в жопу долбите? Давайте вообще со всех щелей. Я же проработанный. Все нормально. Все прекрасно. То есть, если человеку что-то проработали, это не значит, что он будет принимать все, что вокруг него происходит. Наоборот. Скорее всего, то, что произошло, то, что должно было произойти человеку в 15 лет, то есть, когда у него должен внутренний бунт, да, там возникать, да, там изнутри. То есть, есть дети, которые бунтуют, а есть, которых подавили. И если с человеком это не произошло, там, в его 30 лет, и с ним сделали проработку, то, соответственно, то, соответственно, с ним это произойдет уже в его 30 лет. И тут очень важно понимать, то есть, первое, что я сказал, да, что агрессия, это, естественно, состояние любого человека. Второе. Если вы не прошли уроки, которые должны были пройти в 15 лет, и вы в 30 лет с этим начинаете работать, вы их пройдете в 30 лет, как вы 15-летний, как 15-летний ребенок. То есть, когда у клиента убираешь чувство стыда, вины, страхи отвержения, и он начинает, то есть, он теперь может спокойно выразить агрессию, но он все последние 15 лет не обучался этому, он не знает, как правильно вести переговоры, не знает, как правильно отставить свои границы, потому что границы можно отстаивать по-разному, можно сказать, пошел ты нахуй, а можно аргументированно изложить свою точку зрения, рассказать, что как почему, предложить какие-то варианты, и так далее, и так далее. И если человеку убрали, и он теперь может спокойно выражать свою агрессию, то первое время это будет действительно выглядеть, как у человека, который только-только начинает взрослеть. И это тоже абсолютно нормально. То есть, получается, человек, смотри, подожди, получается, смотри, ну, чтобы понятно было, то есть, семья существовала, один пришел к проработке и начал отстаивать границы, вот, а второму не нравится. Да, потом, а второй говорит, это что за хуйня? И второй человек говорит, я не хочу с тобой жить, типа, вот эта причина. Нет, не второй человек, нет, не второй человек, первый человек приходит и говорит, то, как было раньше, вот я сейчас пример приведу. А, нему не нравится. Ко мне пришла клиентка, ей было, там, 50, 52, может, 53 года, я не помню. У нее были отличные, как она считала, отношения с мужем. Они жили уже долго, счастливо, там, дети, и так далее, и так далее. Когда я с ней немножко поговорил, я стал понимать, что над этими отношениями нужно работать. Мы провели диагностику, да, соответственно, все выявили. Как она сама мне потом говорила, когда я ей начал проводить эту диагностику, она злилась на меня, говорила, что, ну, она мне это не выражала, она говорит, я злилась, типа, как так, у меня же хорошие отношения, а как он смел подумать, что, там, наши отношения нуждаются, там, в какой-то работе. Ну, в общем, мы с ней поработали. Выяснилось, что она, оказывается, сидела дома, как домохозяйка, и, а ей хотелось, там, проявляться, деньги зарабатывать, ездить куда-то, летать. А муж просто сидел на диване, он там вышел на пенсию, ему больше ничего не нужно было. Хорошая пенсия, все прекрасно, его все устраивало. И он требовал, чтобы она занималась с ним постоянно сексом, готовила дома, ну, и, собственно, делала какие-то поручения, которые он ей организовывал. После проработок что случилось? Она пришла к нему в один прекрасный день и говорит, смотри, я хочу, я свою жизнь теперь вижу вот так. Я хочу развиваться, деньги зарабатываем и так далее, и так далее. С точки, с его точки зрения, он непонятно, ну, типа, для чего? Все, у нас как бы все есть, сиди дома, готовь пельмени, будем их с тобой вместе есть. После этого он ее, естественно, не услышал. После этого она сказала, ну, то, что так, как было раньше, больше не будет. У них начались на этом фоне ссоры. После этого. То есть он по-прежнему пытался ее вернуть обратно, чтобы она не думала и не помышляла, как дальше заниматься своей жизнью. То есть всеми правдами и неправдами он пытался сделать так, чтобы она оставалась в этих отношениях. Ровно так, как это все было раньше. После этого она просто ему сказала. Опять-таки, можно же проработать, там, допустим, одно из основных, одно из основных, что не дает нам вести правильные переговоры с партнером, это страх разрыва отношений. И кто-то говорит, что там, допустим, нельзя пугать там с разрывом отношений и так далее, да? Хотя на самом деле есть некоторые ситуации, когда без этого никак. Просто она в один прекрасный день сказала, что все, если мы не будем делать как дальше, то есть она с ним говорила, 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 ничего к этому, ну, как бы никаких изменений не происходит. Она пришла, говорит, тогда мы будем с тобой разводиться. Он такой, да, без проблем, давай разведемся. И они разошлись. Прошло время у человека. Было время на то, чтобы подумать вообще, что произошло. Вот. Я не помню там, то ли месяц, то ли два. Он понял, что теперь те, ну, правила поменялись, придется играть по новым правилам. Они вернулись обратно, начали все обсуждать, начали друг друга слышать и их отношения вышли на новый уровень. Почему? Потому что она больше не стала бояться разрыва отношений. Ее, ценность ее в ее жизни стала выше, чем эти отношения. Вот. И, соответственно, на таких началах можно вообще строить, в принципе, любые отношения. То есть, первое, что мы можем по каким-то ложным убеждениям построить отношения, либо компенсировать те или иные чувства. И теперь представьте, сделали проработки, а убеждения больше, что ты должен жить, например, из-за ребенка, нету. У тебя больше не возникает ребенку к жалости. Хотя, если посмотреть на этот процесс адекватно, ребенку намного лучше жить в семье, где никто там не скандалит, не ругается, где его любят и мама, и папа, да, они как бы не живут сейчас вместе, но как бы все прекрасно. То есть, чувство жалости убирается, чувство там стыда, что ты там ушел от жены, или там предал, и так далее, там убирается, ты можешь спокойно уйти из этих отношений. Что потом может произойти? Кто-то живет из-за детей, да, в отношениях. Кто-то, вообще, есть такие люди, которые, они находятся в отношениях и не могут из них уйти. Они понимают, что это не для них отношения, но уйти не могут. Опять-таки, если человек пойдет в проработке, и страх, из-за которого он не мог уйти из отношений, его просто тупо уберут. Соответственно, он тоже оттуда выйдет из этих отношений. Соответственно, одна из причин, опять-таки, если человек прошел проработки, это нарушение границ, ну там все различные формы абьюза и так далее соответственно с человеком провели проработки он может спокойно отстаивать свои границы если партнер его не будет слышать опять же убрали там страх одиночества чувство там ненужности покинуть преданности убрали у человека спокойно и соответственно он может спокойно если он уже провел несколько бесед со своим партнером а там как бы нету ничего нету никакой реакции он может опять-таки спокойно из этих отношений уйти